Депутаты Горсовета провели сегодня очередную сессию. В повестке дня было около десятка вопросов. В их числе внесение изменений в бюджет, увековечивание памяти заслуженного врача России Арнольда Седова и установление границ СТОСов. Надежда Дурнева расскажет подробнее о принятых решениях. Центральный вопрос этой сессии – внесение изменений в бюджет города. Это связано с дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных субсидий из вышестоящих бюджетов, а также необходимостью перераспределения собственных средств для решения вопросов местного значения. Документ предполагает увеличение городского бюджета почти на 57 миллионов рублей. Предлагается утвердить следующий параметр бюджета городского округа на 2014 год. Общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 7 млрд 546 млн 690 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 7 млрд 895 млн 503 тысяч рублей. Дефицит бюджета городского округа в сумме 348 млн 813 тысяч рублей. Депутаты всех фракций единогласно проголосовали за проект решения. Один из вопросов касался увековечивания памяти заслуженного врача России Арнольда Седова. Памятную доску планируется установить на здании областной клинической больницы святителя Иосафа. Арнольд Павлович Седов внес огромный вклад в развитие региональной медицины. В 2002 году за разработку стратегии лечения рака внутри и вне печеночных желчных протоков он стал лауреатом премии правительства России. Ушел из жизни 8 октября 2008 года. Арнольд Павлович с 1969 года работал в Белгородской областной больнице, а в 1975 году возглавил хирургическое отделение. Незаборядные способности, трудолюбие, целеустремленность позволили создать ему на базе возглавляемого отделения областной центр хирургии печени и поджелудочной железы, который в 2000 году был реорганизован в межтерриториальный центр хирургии печени и поджелудочной железы Черноземья. Народные избранники также установили границы нескольких ТОСов. Уличком железнодорожного поселка, уличком микрорайона железнодорожной и Пятницкий. Привели в соответствии с федеральным законодательством несколько документов. Также приняли решение о награждении почетной грамоты города Белгорода Екатерины Ивановны Миндолиной, председателя Женского совета областного центра. Всего было рассмотрено 10 вопросов и по каждому принято положительное решение. Следующая сессия Совета депутатов состоится 25 июля. Ее центральным вопросом станет присвоение звания почетных гражданин Белгорода.